Всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок и сегодня в нашем обзоре. В плане обзорности претензий ко второму Tiguan нет. Багажник можно увеличить, сложив сидение до 1655 литров. Объем заливаемого сюда масла небольшой 3,8 литра, вязкость 5W30. Топливный бак у этого автомобиля пластиковый, его объем 60 литров ровно. В наших предыдущих обзорах мы все больше говорили про японские машины, но сегодня сделаем перерывчик. Сегодня речь пойдет про Volkswagen Tiguan второй генерации кузов AD. Встречайте! Volkswagen Tiguan второго поколения появился в 2016 году. Автомобиль выпускается до сих пор. В 2021 прошел рестайлинг. На российском рынке эти модели можно было купить с одним из трех вариантов моторов. 1,4 литра на 125 либо 150 лошадиных сил мощностью, 2-литровые бензиновые моторы на 180 либо 220 лошадиных сил версии R-Line и дизель на 150 лошадиных сил. Эти двигатели сочетались как с роботизированными 6-либо 7-ступенчатыми, так и с механическими коробками передач. Ну а по типу привода этот кроссовер может быть как передний, так и полноприводным. Сегодня у нас на обзоре автомобиль 2018 года выпуска. Здесь двигатель 1,4 литра, 150 лошадиных сил, 6-ступенчатый мокрый робот, полный привод и 36 тысяч родного пробега. Volkswagen Tiguan хоть и относится к классу компакт-кроссоверов, на деле не такой уж и маленький. Габаритные размеры кузова здесь следующие. Длина 4 метра 48 сантиметров, ширина 1,83 метра, высота 1,67 метра, а колесная база составляет 2 метра 67 сантиметров. Снаряженная масса этого автомобиля в версии с двигателем 1.4 это 1550 килограмм, а максимально разрешенная 2 тонны 80. Что касается толщины красочного покрытия, то заводская краска для Tiguan второго поколения, это где-то от 85 до 115-125 микрон. То есть этот автомобиль окрашен в целом стандартно. Что касается стойкости к коррозии, то кузов у этих автомобилей очень хорошо сопротивляется ржавчине, и даже если на нем появляются сколы до металла, цвести они особо не спешат. Обзор внутреннего пространства начнем с багажного отделения. Его каталожный объем 615 литров, и это немало. В данной комплектации пятая дверь оснащена электроприводом. Багажник можно увеличить, сложив сидение до 1655 литров. А вот как это в линейных размерах, давайте определим с помощью рулетки. Проем багажника здесь шире в нижней части, поэтому широкий груз удобнее будет грузить снизу. Ширина посредине 105 сантиметров. Высота от фальшпола 77 сантиметров. В продольном измерении багажник Tiguan это 87 сантиметров по полу. Поперечном в самом узком месте 98. Совсем ровный пол, здесь не получится, небольшой наклон у сложенной спинки заднего дивана все же будет. Но при этом вы можете погрузить сюда нечто длиной до метр семьдесят два. А если груз узкий и длинный, вы протолкнете его между кресел, уперев переднюю панель, вы можете увести здесь нечто длиной до двух метров сорока восьми сантиметров. Что касается дополнительных удобств по багажнику, в данном случае мы видим плафон освещения справа и слева. Есть крючки, также с двух сторон на которые можно подвесить пакеты. 12-ти вольтовая стандартная розетка с правой стороны и еще один вариант на 230 вольт слева. Небольшие кармашки с правой и с левой стороны на полу. И под фальшполом у нас скрывается штатный инструмент, а также запасное колесо в формате докатки. Ну а теперь про интерьер Volkswagen Tiguan второй генерации. Попадая сюда, видишь, что этот автомобиль действительно построен на базе Гольфа. Если вы хоть раз имели дело с седьмым Гольфом, все здесь вам покажется крайне знакомым в плане дизайна и эргономики. Кстати, выбор материалов очень даже неплохой. Здесь мягкий пластик, причем это касается как верха передней панели, так и верха дверных карт тоже. Хотя вот тканевая обивка на креслах на ощупь грубовато. У самих кресел крайне удобный профиль. Здесь есть боковая поддержка и поддержка на подушке сидения тоже. Хорошая посадка подбирается быстро. Диапазон регулировок кресла очень большой. И если я при росте 1,86 м полностью отодвинусь назад, то левая нога будет полностью выпрямлена в колене. И при этом носком я едва-едва дотянусь до моторного щита. То же самое касается и диапазона регулировок руля. Здесь он просто огромный в двух плоскостях. Причем регулировка по наклону подпружинена. Эргономика всегда была сильной стороной концерна VAG. Единственный момент, до которого здесь можно докопаться, и то с непривычки, это нелинейная цифровка спидометра до 80 км в час. Здесь одна цена деления, после спидометр уплотняется. К этому моменту придется привыкать. Зато здесь крупная цифровка и нережущая глаза подсветка. Все приборы здесь аналоговые, по крайней мере в этой комплектации. Хотя существуют и версии с жидкокристаллическим дисплеем вместо приборной доски. Подрулевые переключатели располагаются удобно и переключаются практически беззвучно. Само рулевое колесо абсолютно не скользкое. Оно имеет кожаную отделку и скошенную нижнюю часть. Диаметр руля небольшой. Что касается кнопочек, то в данном случае интерьер Тигуана ими не перегружен. И в целом скомпонованы они довольно логично. На дверной карте у нас располагается блок стеклоподъемников и джойстик управления боковыми зеркалами. Зеркала здесь складываются и подогреваются. Наверх вынесена клавиша центрального замка. Внизу слева от руля единственный переключатель света. Это выполненный в традиционном для немцев форм-факторе поворотной рукоятки. На рулевом колесе два блока клавиш. Левая сторона отвечает за круиз-контроль, а правая за мультимедийную систему и бортовой компьютер. Также здесь присутствуют лепестки для повышения и понижения передачи. В ручном режиме трансмиссии кнопка аварийной сигнализации небольшая, но попадать по ней проблем не составит. Мультимедийная система это большой дисплей, причем сенсорный с хорошим откликом и качеством графики. Сюда же выводится картинка с камеры заднего вида. Внизу блок управления климат-контролем. Здесь климат двузонный. Температура регулируется удобными поворотными рукоятками. Обороты вентилятора тоже круглой ручкой. Режимы обдува переключаются отдельными клавишами. Здесь же у нас подогревы передних кресел. Означения заданной температуры отображаются в маленьких квадратных дисплейчиках слева и справа. Также здесь присутствует кнопка с надписью REST. В последний раз подобное доводилось видеть на старых мерседесах. Включение этого режима позволяет вашему климат-контролю продолжать работать после выключения зажигания. Таким образом, если зимой вы где-то ненадолго припарковались, вы вернетесь в неостывший автомобиль. Правда, в случае с мотором объемом 1.4, скорее всего, к остывшему двигателю. В данном случае автомобиль заводится с кнопки. Кнопка запуска двигателя располагается слева от селектора. Здесь же электронный ручник. Функция Auto Hold крайне удобная при движении в пробках, когда машина удерживается на месте рабочими тормозами без вашего вмешательства. Справа автопарковщик. И включение-выключение парктроников. Селектор роботизированной коробки передач привычной формы с курком блокировки. Прямая прорезь плюс отдельная секция для спортивного режима. Этот автомобиль с полным приводом. И здесь присутствует шайба выбора режимов движения. Зимний, шоссейный и два режима для умеренного бездорожья. И бокс внутри подлокотника. Правда, тут он очень небольшой. Зато сам подлокотник под правой рукой вы можете отрегулировать на ту высоту, которая покажется вам удобной. Основной бардачок здесь не поражает воображение своим объемом. Зато бумаги формата А4 можно складывать, не сгибая вдвое. Здесь же у нас слон для компакт-дисков, SD-карточек и поворотная рукоятка, позволяющая вам либо открыть, либо перекрыть доступ холодного воздуха от кондиционера внутрь перчаточного ящика. На потолке присутствует футляр для очков, а в передних дверных картах внизу есть довольно глубокие и объемные карманы, в переднюю часть которых легко можно поставить бутылку. Кстати, та сторона кармана, которая имеет отношение к самой дверной карте, здесь отделана ворсистым материалом. Что касается обзорности претензий к данному автомобилю, нет. Несмотря на то, что лобовое стекло здесь относительно узкое, здесь полностью видимый капот. Вы видите и передний край, и боковые края тоже. Кстати, лобовое стекло имеет подогрев, причем по всей своей площади. Зимой достаточно включить его на пару минут и потом просто смахнуть подтаявший лед и снег дворниками, не орудуя при этом скребком. С обзорностью по сторонам тоже вопросов нет. Здесь низкая линия остекления, присутствуют дополнительные маленькие окошечки в двери, которые позволяют заметить пешехода при повороте направо и налево, а к боковым зеркалам ноль вопросов. Они весьма информативные, несмотря на зауженную краю форму. Тут есть как зона с преломлением, так и индикаторы системы мертвых зон, которые проинформируют вас о наличии автомобиля там, куда вы планируете перестраиваться. Ну а что можно сказать про заднее сидение второго Тигуана? Сидеть здесь не просто удобно, а очень удобно. На это работают и некоторый профиль спинки кресла, который фиксирует вас под перемещение в поворотах, и крайне удобный наклон и обилие пространства, в том числе над головой. В последних наших обзорах те автомобили, которые мы вам показывали, к сожалению, расстраивали отсутствием места для ступней под передними креслами. Но в этом случае все с точностью да наоборот. Пространству под передним сидением здесь позавидуют многие автомобили. Из недостатков здесь высокий тоннель на полу, поэтому среднему пассажиру, несмотря на полностью плоскую подушку сидения, придется как-то делить пространство с седоками по бокам. При этом по углу наклона спинка не регулируется, но это здесь не слишком критично. Ровно на своих местах находятся и подлокотники на дверных картах, кстати, имеющие ту же тканевую обивку, что и само сидение. Удобная ручка. А из дополнительных удобств для задних пассажиров это столики, которые можно приспособить либо под планшет, либо по прямому назначению, если выдвинуть его на больший угол. К услугам задних седоков свои дефлекторы вентиляции. Здесь также можно регулировать температуру, так что климат по факту трехзонный и подогревы сидений. Зарядить мобильное устройство можно, воспользовавшись 12-вольтовой розеткой, либо сразу USB разъемом. На потолке у нас два плафончика освещения и довольно широкий удобный центральный подлокотник с двумя подстаканниками. Внизу дверных карт есть кармашки, они более короткие, чем на передних картах, но при этом сюда по-прежнему можно разместить бутылку и здесь такая же отделка ворсистой тканью. В целом для людей высокого роста и с обзорностью со второго ряда Тигуана все будет обстоять хорошо. Ездить здесь на дальнее расстояние можно без всяких противопоказаний. Что касается начинки подкапотного пространства конкретного экземпляра, здесь располагается двигатель объемом 1,4 литра, его индекс CZDA. Здесь 150 лошадиных сил и 250 ньютонометров крутящего момента, а это очень хороший показатель. По показателю крутящего момента машина примерно соответствует атмосферному мотору объемом 2,5 литра. С таким двигателем Тигуан разгоняется с 0 до 100 за 9,6 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Для большинства гражданских водителей этого будет достаточно. CZDA это рядная четверка, здесь алюминиевый блок цилиндров и алюминиевая же головка блока. Два верхних распредвала, гидрокомпенсаторы в наличии, регулировать клапана не придется. На обоих распредвалах стоят фазовращатели, есть турбокомпрессор, естественно непосредственный впрыск топлива и ТНВД. Привод ГРМ на этом моторе ременной, интервал ревизии ремня 60 тысяч километров. При обрыве ремня ГРМ клапана этот двигатель загибает. Объем заливаемого сюда масла небольшой 3,8 литра, вязкость 5В30. Относительно своего предшественника объемом 1,4 на предыдущем кузове Тигуана, этот двигатель стал гораздо надежнее. Тем не менее, кое-какие моменты по нему все же сохранились. В том числе и шанс попасть на двигатель с расходом масла на угар. Также стоит иметь в виду, что на этом моторе помпа и термостаты выполнены в едином пластиковом корпусе, который очень любит давать течь, а меняется этот узел только в сборе. Ну и еще одна проблема для этого мотора это клин, тяги актуаторов из гейта турбины, которые зачастую влечет за собой выход из строя самого трубокомпрессора. На практике же ресурс этого двигателя лежит где-то в районе 250 тысяч километров пробега. Примерно столько же служит и мокрый робот, до замены сцеплений у адекватных водителей, которые не слишком любят гонять. Здесь в пару с двигателем работает DQ250, также в своей современной версии, подлеченной от детских болячек. DQ250, кстати, очень критично относится к частоте масла, поэтому рабочую жидкость в этой трансмиссии менять следует не реже, чем раз в 50 тысяч километров пробега. На тест-драйве обращайте внимание на то, как работает связка, двигатель, коробка в исправном состоянии, эта трансмиссия переключается абсолютно незаметно. Да и сами переключения очень быстрые. Ну а теперь про дорожный просвет по каталогу. Его значение для Тигуана второй генерации – это 200 миллиметров. Вооруживаемся рулеткой, проверим, так ли это. Низшая точка в данном случае – это защита моторного отсека. До нее от асфальта 18 сантиметров. На сантиметр ниже только резиновый брызговичок. Сам край бампера в 20 сантиметрах от асфальта. До порога в передней части – 21 сантиметр. В задней части кузова ниже всего висит фрагмент пластиковой защиты днища – 20 сантиметров. А до заднего бампера – 26. В целом это плюс-минус стандартные цифры для автомобиля класса паркетник. Что касается конструктива подвески, передняя подвеска выполнена по схеме Макферсон-шаровые опоры. Здесь на болтовом соединении поменять их можно в оригинале и отдельно от рычага. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике таким образом, что получить к нему доступ без демонтажа конструкции будет проблематичным. Рулевая рейка электрическая, соответственно, никаких вопросов по протечкам здесь нет и быть не может. Остается, по сути, проверить ее только на люфт и стук при осмотре подержанного экземпляра. Что касается антикоррозийной обработки, то эти автомобили собирались у нас в стране и для наших же условий. Поэтому на тех небольших фрагментах кузова, которые можно наблюдать под огромным количеством пластиковых защитных экранов и термозащит, мы видим нанесенный с завода Антикор. Собственно, в задней части кузова, где защита заканчивается, мы наблюдаем довольно приличную обработку антикоррозийным составом, как на самом днище кузова, так и в районе порогов и поддомкратников. Топливный бак у этого автомобиля пластиковый, его объем 60 литров ровно. Задняя подвеска на рычагах. По три поперечных рычага на сторону и один продольный. Пружина и амортизаторы здесь стоят отдельно друг от друга. Рабочие тормоза в круг дисковые и стояночный тормоз, в данном случае с электрическим приводом. С доступом к заднему стабилизатору поперечной устойчивости все, конечно, обстоит сильно попроще. Ну а полный привод здесь реализован все через ту же муфту Haldex, вывести которую из строя может либо отказ самого электромотора, либо отказ блока управления вследствие попадания внутрь влаги и окисления платы. Сама же начинка муфты здесь очень крепкая и рассчитана на огромный крутящий момент, который, по крайней мере, с двигателем 1.4 не получить никаким чип-тюнингом. На этом наш обзор подошел к завершению. Надеемся, у вас сложилось общее впечатление о том, что представляет собой Tiguan второго поколения. Если заинтересовал конкретный автомобиль, телефон для связи, на котором есть и мессенджеры, будет в описании под видео. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор оказался полезен, понравился, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!